сытно ароматно и очень вкусно потрясающая выпечка которую мы сегодня с вами приготовили посмотрите как она выглядит она хрустящая слоистая и очень вкусный выпечка уже остыла обязательно сейчас хочу показать как она выглядит разрезе ну а теперь посмотрите как она выглядит разрезе если у вас качественное мясо у вас получится шикарная начинка и вот такой ароматный очень вкусный ужин я сегодня приготовил для своей семьи я уверена вам этот рецепт обязательно понравится но если вам нравится подробные пошаговые рецепты вы подписывайтесь на мой канал ну а мы вместе будем готовить вот такие потрясающие кулинарные шедевры поехали всем привет с вами домашняя кулинария сегодня у нас бесподобный рецепт мы сегодня готовим выпечку из слоеного дрожжевого теста и для этого нам понадобится дрожжевое тесто ну а для начала я в мою миску поливаю 250 киллитров теплого молока если у вас есть термометр вы можете измерить приблизительно температуры 35-37 градусов если нет просто опустите палец и температура молока должно быть приблизительно температуры нашего тела а теперь сюда я добавляю одну чайную ложку с горкой дрожжей и одну столовую ложку сахара это для подпитки дрожжей а теперь немного все вот так вот перемешать до растворения сахара для рецепта нам понадобится одно яйцо желток я отделяю для того чтобы смазать нашу выпечку на белку белок добавляю в нашу миску желток немного развился это не страшно еще немного перемешаю добавляю сюда 80 миллилитров растопленного сливочного масла вместо растопленного сливочного масла можно взять растительное все вот так перемешаю последнее что нам осталось это соль и мука сначала первую половину муки я добавляю смесь наших ингредиентов все хорошо перемешаю чтобы ингредиенты равномерно распределились ну вот посмотрите какая наружная масса у нас получилось без комочков я добавляю оставшуюся муку и сюда же мы добавляем пол чайной ложки соли а теперь я убираю венчик но теперь я буду замешивать тесто руками сначала в миске после чего перейду к замесу теста на столе на наше количество ингредиентов уходят три стакана муки стакан 250 миллилитров и каждый стакан умещает 160 граммов муки то есть наше тесто мы добавили 480 граммов муки замешиваем мягкое тесто количество муки в рецепте зависит от свойств муки и от размера яйца который вы добавляете но теперь я переношу тесто на стол и буду вымешивать тесто на столе тесто абсолютно не липнет ни к рукам и ни к поверхности стола так как в нашем рецепте большое количество жира и наше тесто мы вымешиваем очень быстро буквально за две-три минуты ну вот посмотрите какое потрясающее тесто у нас получилось тесто средней плотности абсолютно не липнет к рукам мы берем миску в которой мы вымешиваем тесто я опускаю тесто в миску и покрываю салфеткой тесто можно оставить на кухонном столе если у вас в кухне тепло можно поместить теплое место буквально на 20-30 минут тесто должно хорошо отдохнуть оно не будет сильно подниматься и увеличиваться в объеме главное чтобы она хорошо отдохнула так как у нас сегодняшний рецепт не относится к воздушной выпечки ну а за это время мы приготовим начинку а для начинки нам понадобится мясной фаш у меня говядина 300 грамм ну а также нам надо будет нарезать или натереть на терке овощи я взяла один репчатый лук который надо будет нарезать на мелкие кубики я закончила нарезать репчатый лук добавляю к мясу и сюда же я нарезаю один сладкий перец цвет перца абсолютно не имеет никакого значения можно нарезать перец любого цвета красный желтый смотрите на свое усмотрение то что есть у вас под рукой и перец я тоже нарезаю мелким кубиком перец я тоже нарезала очень мелко всегда говорила что из всех овощей сладкий перец это самый ароматный придаст нашей начинке очень приятный и вкус и аромат а также нам понадобится одна средняя морковь который я натираю на мелкой терке вот столько моркови у нас получилось я добавляю миссу и последнее что нам осталось нарезать это свежую зелень я нарезаю кинзу вы можете нарезать любую зелень которую предпочитаете или которые есть у вас под рукой петрушка или укроп зеленью мы тоже закончили и нам осталось заправить начинку специями для начала я добавляю соль все специи и соль добавляем по вкусу сюда же черный перец и красная сладкая паприка теперь можно ложкой можно руками мы все это должны будем перемешать мясо сделает нашу начинка сытной а овощи сделают ее легкой и полезной вот такая вот вкусная ароматная начинка у нас получилась с начинкой мы тоже закончили тесто отдохнуло и мы переходим формовать нашу выпечку ну вот прошло всего 30 минут посмотрите как выглядит наше тесто вот тесто поднимается но она сильно не увеличилась в объеме зато очень хорошо отдохнуло и так как мы будем раскатывать очень тонко но даже тесто должно быть эластичным я вот так вот все края собираю в центру сделаю легкую обминку ну а теперь я разделю наш колобок тесто на четыре разные части закатаю в шарики вот так вот собираю все края в центру ну вот посмотрите какое шикарное тесто у нас получилось хотя мы оставляли его всего на 30 минут я закатала 4 шарика теперь мы будем их раскатывать и раскатывать я буду в тонкий пласт одновременно сразу четыре слоя сначала раскатываем в круг приблизительно диаметром 20-25 сантиметров ну вот так я раскатала четыре круглых пласта и раскатывать мы будем с помощью крахмала вот моя емкость крахмала вот так вот обильно посыпаем каждый пласт теста вот так вот обильно мы посыпаем крахмалом и складываем все слои друг на другу а теперь сначала вот так вот на отавливаем мы будем раскатывать очень тонко обязательно время от времени мы должны проверять наличие крахмала между слоями чтобы слои ни в коем случае не слиплись потому что если они слипнуты то отделить их будет очень сложно ну вот такой вот тонкий пласт мы раскатали все четыре слоя но вот посмотреть немного встряхиваю для того что избавиться от лишнего крахмала вот так вот складываю и откладываю и снова каждый пласт теста немного встряхиваю вот я постелила первые пластеты а также я подготовила немного растительного масла и вот так вот всю поверхность теста я смажу растительным маслом вот так вот сверху закрываю вторым пластом и сверху снова смазываем маслом и так все слои теста я складываю друг на другу и между слоями смазываю маслом ну вот такой вот слоеный пласт у нас получился мы придаем форму прямоугольника а теперь я сначала разделю его пополам вот так вот по горизонтали ну а теперь каждую половину мы будем делить еще на три части и так мы получим 6 слоеных прямоугольных заготовок ну а теперь на каждую слоеную заготовку я выкладываю одну шестую от нашей начинки начинку у нас получилось потрясающе очень ароматная и и вот так вдоль каждой заготовки мы выкладываем наш фарш помогая себе руками я равномерно распределила фарш вдоль наших заготовок и все и последнее что мы делаем вот так вот вот так вот просто соединяем краем вот такая заготовка у нас должна получиться и вот такие вот красивые заготовки у нас должны получиться ну вот так вот быстро мы приготовили сразу все шесть заготовок которые я перекладываю на противень предварительно смазанной растительным маслом посмотрите как выглядят заготовки после того как мы переложили на противень и вот мы взяли наш желток который оставили от рецепта с одной столовой ложкой воды или молока вот так вот разбавляем и смазываем нашу выпечку я закончила смазывать яйцом все наши заготовки последнее что нам осталось я беру новое лезвие можно взять любой острый нож и делаем вот такие вот надрезы ну вот так вот все красиво должно получиться теперь ставим противень духовку при температуре 180 градусов на 35-40 минут ориентируйтесь по особенностям своей духовке до готовности и обязательно покажу что у нас получилось посмотрите как аппетитно выглядит сегодняшняя наша выпечка если вот так вот я дотрагиваюсь что она очень хрустящая и если у вас качественное мясо и вкусная начинка то и выпечка у вас будет роскошной но если вам понравился наш сегодняшний рецепт вы подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии обязательно нажимайте на колокольчик и делитесь рецептом соц сетях всегда ваша всегда с вами домашняя кулинария пока